Я хотел бы поговорить с вами сейчас, все-таки немножко задать тему об отношении и опять вернуться назад, вернуться к ситуации, в которой человек может оказаться в жизни. Например, ситуация, в которой трудности, допустим, есть трудности в жизни, трудности в судьбе, трудности в экономике и так далее. Помогите мне кто-нибудь, подойдите, чуть отставьте сюда цветы, чтобы не мешали. Когда такая ситуация создается, то нужно на нее обязательно реагировать. Нужно думать, что ситуация никогда не помешает мне жить. Но реакция на ситуацию должна означать изменение восприятия мира. Например, если ситуация в стране ухудшается, то моя возможность работать тоже снижается. Возможность работать всегда связана с отношениями со старшими. И всегда связана с моим пониманием того, насколько эта работа меня устраивает. Знаете, в основном никого работа не устраивает. Потому что всегда хочется денег больше, а работать меньше. Так устроен человек. И в ситуации, в которой все портится, все становится тяжелее, человек должен пересматривать свое восприятие жизни. Первое, что он должен сделать, он должен понять, что самое главное, чтобы остаться на работе, самое главное, это ваше восприятие старших на работе, начальства. Если вы способны им прощать, держать чистое сердце по отношению к ним и видеть в них хорошие качества и искренне помогать им во всем, тогда они вас не выгонят. У них не будет такой внутренней возможности вас выгонять. Даже если у вас будут какие-то промахи в работе. Это самое главное, это самый главный принцип, попытайтесь это понять. Если же вы наоборот, восстаете против начальства, шансов мало остаться на работе в то время, когда всех выгоняют. Понимаете, когда экономика слабеет, то те, кто имеет какую-то занятость, они всегда проигрывают в этой ситуации. Потому что безработных становится больше, возможности взять на работу становятся больше, и начальство начинает рыться в подчиненных. Но не в тех, которые преданы. Не в тех, которые преданы. Запомните, в этих людях никто рыться не будет. Никогда. Вот, допустим, у меня у учеников есть собачка. И она очень преданно всем служит. Ее никто никогда не выгонит. Даже если она, допустим, не будет хорошо выполнять свои обязанности. Потому что она любимая. Если человек становится любимым, он хорошо относится к старшим. Он никогда не будет унижен. Запомните, что если вас выгнали, есть только одна причина. Это неправильное отношение к старшим. Знаете также, что старший всегда олицетворяет волю Бога. Если человек это понимает, тогда у него в жизни все налаживается. Вот, например, если вы осознаете, что правительство, допустим, этого города и этой страны олицетворяет волю Бога по отношению к вам, и будете искать в нем хорошие качества, а не плохие, тогда это правительство не сможет вам сделать ничего плохого. Все самое плохое будет обходить вас стороной. Потому что в этом мире все очень закономерно. Понимаете? И если, допустим, все люди сейчас на Украине начнут уважать свое правительство, правительство начнет совершать правильные поступки, у него появится совесть по отношению к гражданам, потому что совесть всегда проистекает от любви, а от злобы и невновисти проистекает грех. Понимаете? Другими словами, первое, что человек должен сделать, когда наступает тяжелая обстановка в жизни, он должен снискать милость Бога по отношению к себе. И это всегда в практическом выражении выражается в отношении к старшему. Даже когда человек находится в концлагере, если он будет благородно вести себя тем, кто его мучает, у них не поднимется рука. Даже есть такой человек, Виктор Франк, по-моему, да, который даже целую книгу написал о том, как он выжил в концлагере. Понимаете? Его уважали те, кто его пытал. Это уникальный случай вообще. Они сами ему спасли жизнь. Ну, то есть, другими словами, когда наступает тяжелая ситуация в жизни, нужно научиться чувствовать в этом во всем волю Бога. И когда человек начинает это чувствовать, он начинает уважать старших и представителей Бога, священников также, которые находятся в этой стране. Надо увеличивать именно уважение к старшим в это время, и тогда человек получает защиту в той ситуации, в которой он находится. Он становится защищенным. Понятно, да? Это первое, что надо понять. Второе, что надо понять, всегда нужно учиться принимать жизнь. Принимать жизнь означает учиться любить простую жизнь. Простая жизнь – самая счастливая. Но это очень трудно понять. Всегда хочется испытывать счастье с помощью роскоши. Но когда человек испытывает счастье в простой обстановке, тогда беда не может коснуться его. Потому что беда всегда касается тех, кто берет больше роскоши, чем положено для своей жизни. Потому что она требует также более дорогого поддержания. Более дорогая машина требует больших вложений. Более дорогая квартира требует больших вложений. Более дорогая одежда требует больших вложений. Когда человек... Потому что если у тебя есть дорогое платье, ты не можешь к нему купить дешевые туфли. Я видел, что по поводу одежды какие-то сомнения возникли. Когда человек берет какой-то очень высокий стиль жизни, на фоне того, что бедствует все вокруг, он также рискует и своей жизнью. Потому что в это время все, кто видит, кто-то шикует, они звереют. Понимаете? И много людей звереют просто, когда видят, что кто-то шикует на фоне пир во время чумы. Понимаете? Поэтому даже с точки зрения безопасности это неправильно так жить. Но если человек меняет способ жизни, он становится скромнее во всем, он живет более безопасно, и у него всего хватает, потому что в трудный период жизни человеку нужна только кровь, одежда и еда. Понимаете? А все остальное не имеет большого принципиального значения, потому что в это время человек должен сосредоточиться только на свое самосовершенствование. Веды объясняют, что у человека есть два основных периода жизни. Один период — это развитие или период, когда Бог дает счастье. Ну, то есть все хорошо, все классно, никаких проблем нет. Как был такой мультфильм в детстве «Приключения блудного попугая» или что-то такое. И попугай потерялся, короче, он вылетел из квартиры, из гордости, и он попал на улицу. И у него не было еды, он пытался как-то выживать. Но там был такой кот, у него маленькие ножки были, он толстый был такой. И когда этот попугай там рассказывал про таити, кот смотрел на него и говорит, мы не были ни на каком таити, нас здесь неплохо кормят. Вот, это хороший период жизни. Ножки маленькие, пузо толстые, ни на какой таити не надо, нас здесь неплохо кормят. Это означает, время влияет хорошо, это хороший период жизни. В это время душа спит, она не действует, она не активна, и она радуется этой лени. Ей нравится так жить всегда, в любой душе, живущей на этой земле, кроме развитых людей, духовных. Но в жизни также есть и другой период, когда время напрягает человека. Она не дает ему ни роскоши, ни каких-то чрезмерных благ. Веда объясняет, что вот этот период, когда время напрягает человека, является главным в жизни. Он самый важный. Но есть две категории людей. Одни люди скупцы, это те, которые не хотят принимать жизнь. Скупость по отношению к жизни это называется. Одни люди не хотят принимать жизни, а другие готовы это сделать. Но то есть жизнь сама диктует то, как ты будешь жить. Вот допустим, жизнь мне запретит читать лекции, я полезу сюда. Что тогда произойдет? Все надо мной будут смеяться просто. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что жизнь сама решает, что ты будешь делать. Если, допустим, жизнь тебя решила, лишила возможности быть начальником, то ставь попроще. Найди себе простую работу. Придет время, ты опять будешь начальником. Ничего не потеряется. Но сейчас пришло время тебе быть простым, быть экономным, жить в более простых условиях. И тогда ты опять будешь счастлив. Тебе будет всегда хватать покушать, у тебя будет кровь и будет одежда. И тебе не надо сильно будет напрягаться. Люди часто в плохие, тяжелые периоды жизни напрягаются только для того, чтобы получить то, чего сейчас получать не положено. В этом заключается самая главная проблема, что человек хочет сохранить то, чего сейчас нельзя сохранять. Тяжелый период жизни предназначен для развития изнутри. Понимаете, человек, даже вот я, у меня был семинар для бизнесменов, я рассказывал, что когда хороший период жизни идет, время хорошо на страну действует, это время развивать бизнес и вкладывать в него деньги. А когда идет тяжелый период жизни в стране, это время для улучшения команды, воспитания сотрудников и создания ядра в коллективе, которое потом даст еще большее развитие. Понимаете? Когда человек приходит в тяжелое время, он должен работать над своей душой, он должен повышать свое духовное, профессиональное и нравственное образование. он должен повышать свое образование, он должен глубже относиться к жизни, он должен работать над собой. И придет время, когда в стране начнет, а это время, несомненно, приходит всегда и везде, когда в стране опять начинается развитие, тогда в это время он может, человек, это все вложить уже в свою судьбу. И таким образом, его жизнь будет более совершенной. В то же время, когда человек, допустим, фирма вкладывает в развитие, когда идет спад экономики, она теряет все, она разоряется в это время. И точно так же, как человек, который хочет вкладывать в развитие в то время, когда идет спад в экономике, он теряет тоже все в жизни. Понимаете? Настрой на жизнь является жемчужиной судьбы человека. Если человек настраивается на жизнь правильно, он всегда становится успешным. Больше того, если человек правильно настраивается на жизнь, он всегда побеждает и даже может развиваться на фоне тяжелых ситуаций. Например, есть два типа деятельности, если говорить о бизнесе. Смотрите, один тип деятельности дает очень быстрое развитие. Это обычно предметы роскоши, предметы, которые в тяжелые времена вообще никому не нужны. Понимаете? Когда наступает хороший период жизни, именно они дают богатство. Но, если человек занимается такой деятельностью и наступает тяжелый период жизни, он должен перейти на ту деятельность, которая сохраняет деятельность, но при этом не дает никакого богатства. Это производство продуктов питания, это обучение людей, это медицина. То есть, другими словами, так деятельность, которая всегда нужна людям. У меня есть один друг, он, как бы, я говорил в свое время, говорит, ты знаешь, говорит, ты, говоришь, ты, говорит, камни людям ставишь, и я, говорит, людям камни ставлю. Но, говорит, твои камни действуют несколько лет, а мои стоят навечно. И, говорит, твоя деятельность всегда людям будет нужна, потому что людей нужно лечить. И моя деятельность всегда будет нужна, потому что люди умирают. То есть, он памятники делает. И это правда. Это правда жизни. Но, все эти виды деятельности не дают большой прибыли. Понимаете, то есть, когда наступают трудности в стране, человек должен больше ориентироваться на ту деятельность, которая связана с непосредственными нуждами людей и ничего не выдумывать для себя, как чего-то такого заоблачного. И эта деятельность не разовьет его, не сделает богатым, но она поддерживает его жизнь и даст ему возможность иметь стабильность в его жизни, в его судьбе. Таков закон жизни в тяжелые периоды. Первое правило самосовершенствование дает очень сильный фундамент и рывок вперед в будущее в те времена, когда станет легче. В те времена, когда становится легче, человек не может так совершенствоваться, как в те, когда тяжелее. У него нет таких возможностей и сил. А когда судьба заставляет человека самосовершенствоваться, а он при этом ищет себе больше работы и пытается как-то разбогатеть, это безумие. Если судьба заставляет трудиться над собой, трудись столько, сколько дает Бог внешний и трудись над собой, потому что это самое важное в жизни. Это ради того, чего человек живет. И если он трудится над собой в тяжелые периоды жизни, он идет в ногу с судьбой, он развивает себя в это время, а потом его судьба выстреливает. Когда человек наступает хороший период для стороны жизни, не надо слишком много тратить на самосовершенствование, можно в это время уже установить свои отношения с этим миром и укрепиться в жизни. Это время самое благоприятное для укрепления уже. И укрепляться будут те, у кого больше развитости внутренней, у кого лучше качество характера. Я вам вкратце рассказал про настрой, который человек должен иметь в жизни в трудные периоды. Трудный период жизни не означает плохой. Это хороший период и самый лучший в жизни. Но для тех, кто не скуп по отношению к своей судьбе. Потому что не скупой человек, он всегда способен принять ту жизнь, которую ему дал Бог. а скупой не способен. И поэтому он мучается и страдает. Теперь ваш вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok и скупой.